Телепузики. Величайшая, но очень странная и неоднозначная детская передача, которая вызывала вокруг себя действительно много шумихи и впоследствии была запрещена во многих странах. Вокруг этого культурного феномена целый омут тайн, слухов и неоднозначных теорий, особенно усиливающими интерес за счет того факта, что создатели употребляли наркотики. Четыре странных плюшевых существа с антеннами и экранами на животах. Кто они, откуда и каков смысл происходящего в сериале? Сегодня мы попробуем узнать, к вашему вниманию, теории, которые объясняют происходящее в величайшем детском телешоу всех времен. Теория первая. Телепузики – это научный эксперимент генной инженерии. Генетические мутанты, грубо говоря. Они перебывают на закрытой территории, симулированной специально для них, за которую никогда не выходят. И к тому же находятся под строжайшим присмотром и контролем. Телепузики беспрекословно подчиняются голосу из репродукторов, который является единственной для них связью с внешним миром. Пища, которую они употребляют, так называемые пузи-блинчики, помогают ученым взаимодействовать с участниками эксперимента и, скорее всего, нужна для изучения их реакции на те или иные вещества и, возможно, для поддержания в них сил и энергии. На протяжении дня через антенны подопытных и ветряную мельницу проходит сигнал, посредством которого на экраны телепузиков передается изображение. Обычно это ролики, которые показывают, как веселятся дети. Вероятнее всего, эти видеоролики как раз таки направлены на обучение участников эксперимента. Возможно, им транслируется зашифрованный видеосигнал, который помимо очевидных для нас вещей, передает и вносит им и другие данные, видимые только для их восприятия. С какой целью проводятся такие эксперименты и чего ими хотят добиться ученые, остается только гадать. Самым очевидным ответом будет выведение более совершенного вида существ или, вернее, выведение людей за счет генной инженерии на новую ступень эволюции. Пожалуй, сейчас, в эру цифровых технологий, как никогда актуально. Нам не нужно будет постоянно носиться с телефонами, сидеть за компьютерами или телевизорами. Мы сами будем приемниками, объединяющими в себе все эти вещи. Теория вторая. Мир, в котором находятся телепузики, это земля будущего после ядерного апокалипсиса. Этот факт отлично подтверждает местность, в которой они находятся. Вокруг природа и живность. Райский край будто бы не тронутый человеком. То есть времени с момента происшествия прошло достаточно много, чтобы все это образовалось на месте руин. Но самое главное, это дом, который выполнен в футуристическом стиле и оборудован по последнему слову техникой. Гермодвери, приборы, способные самостоятельно обслуживать жильцо, робопылесос и так далее. Он полностью оптимизирован и сделан таким образом, чтобы облегчить проживание в нем. Умный дом, какие нам с давних пор рисуют в фантастических фильмах и которые уже давно есть в современности. Конечно, исходя из этого, скорее всего и от массовых катастроф, строение тоже было защищено. Но как в эту картину вписываются телепузики? Все просто. Судя по их внешнему виду и поведению, дружелюбному, забавному, плюшому материалу, которым они покрыты, а также тем фактом, что они оснащены экранами, которые показывают детские видео, это роботы, предназначенные для обучения, развлечения и ухода за детьми. Тем более, что, опять же, они подчиняются голосу из репродуктора, который является оптимизированной частью умного дома. Но поскольку детей уже нет и следить больше не за кем, телепузики так и продолжают свое бренное, бессмысленное существование, изо дня в день занимаясь пустыми делами, транслируя детские передачи и изображая веселье. Только вдумайтесь, это бесконечный замкнутый круг, который телепузики даже никогда не смогут осознать. И вот самая мозговыносящая теория. Телепузики – высшие существа божественного происхождения. Возможно, они дети богов, либо существа, которые их олицетворяют. Каждый из них таит в себе сакральный смысл. По – самый младший телепузик красного цвета, с присущей для детей чертой, резко реагировать на что-то, но при том быстро забывать об этом. Она может обидеть кого-то, а вскоре даже не вспомнить. Эту черту хорошо объясняет тот факт, что красный цвет с давних пор имеет неопределенное значение. В древности он характеризовал любовь, красоту и прекрасное. Но цвет этот никогда не был таким однозначным. И с другой стороны, он представлял кровь, огонь и войну. Значение красного цвета многообразно и противоречиво. А если мы обратимся к римской мифологии, то увидим, что красный цвет ассоциировался с богом войны Марсом. И в то же время круг, который имеется на антенне Упо, знаменует Венеру – богиню красоты, плодородия и процветания. Таким образом, этот телепузик олицетворяет две противоборствующие силы – добро и зло, войну и любовь. Ляля – желтый телепузик с антенной в виде молнии. Ее цвет всегда ассоциировался с божеством и величием. Во многих религиях желтый – это божественный цвет, символизирующий силу, власть и мощь. Тем более, что ее антенна указывает нам ни на кого иного, как Зевса, древнегреческого бога неба, грома и молний, ведающего всем миром. Не спростали ли на любимая игрушка большой шар, с которым может справиться лишь она? Ведь именно она олицетворяет силу и величие. Дипси – зеленый телепузик. Как ни странно, олицетворяет природу и саму жизнь. Его стержнеобразная антенна – знак постоянства, устойчивости, упрямости и стремления в высоту. Он упрямый, но мудрый. Его цвет также характеризует стремление к самовыражению. Поэтому у Дипси такая необычная шляпа. Он желает представать перед нами во всех красках. Ведь это именно ему представлять жизнь и природу. Тинки-винки – самый старший из телепузика. Фиолетовый цвет имеет множество значений. Это самый загадочный цвет, который говорит о большой чувственности, эмоциональности, высокой деликатности и духовности. Его также связывают с переходом от чего-то активного к пассивному. Либо от мужского к женскому, либо от жизни к смерти. Это объясняет неоднозначное поведение Тинки-винки и тот факт, что он объединяет в себе и мужские, и женские качества. Несмотря на свой пол, порой довольно манерно себя ведет, ходит с красной сумкой и наряжается в юбке. К тому же он самый старший телепузик. Духовный лидер, возглавляющий семью. Он символизирует начало и конец. Тинки-винки, заключающий элемент в их четверке. Есть вероятность, что все их окружение – это подобие райского сада, Эдема. Место далекого от всех нам известных существующих миров и галактик, в котором вечно царит спокойствие и умиротворение. Боги выбрали себе такие образы и такое место именно потому, что они максимально просты, приземленные. Они олицетворяют счастье. Ведь, как известно, именно детский разум наиболее чист в восприятии исклонен испытывать это чувство. Все в окружении тоже подстроено под них. И даже тот самый голос, то есть взрослый, который изображает иллюзию контроля над детьми, на деле нужен лишь для того, чтобы вызывать в них азарт и поддерживать их счастливую картину мира. Ну и последняя теория. Телепузики – это просто дичь, снятая наркоманами, которая не имеет на самом деле никакого смысла. Но это очень вряд ли. Субтитры делал DimaTorzok